Парк Ленина должен стать местом притяжения людей разных возрастов, но при этом сделал акцент глава региона Вячеслав Гладков остаться зелёным островком в центре Белгорода. Предыдущий план реконструкции парка этого не предусматривал. Тот проект, который существовал до 2020-2021 года, если вы видели, то там фактически вырубить оставшиеся деревья из асфальта, плитка и аттракцион. То есть здесь уже никакой жизни не будет. Сохранить планируют не только лёгкие города, но и объекты культурного наследия. Объект культурного наследия, его в проект благоустройство включить нельзя, надо отдельно? Это не обсуждается даже. Мне кажется, это та уникальность, которая должна быть. Октябрь, архитектурная подсветка должна быть? Она должна быть настолько красивая, уникальная, чтобы посмотреть, как освещен октябрь в вечернее время, и должно собираться полгорода. Помимо центрального парка в городе планируют благоустроить и архиерейскую рощу. По мнению Вячеслава Гладкова, сделать все зоны одинаковыми неинтересно. Поэтому внимание при проектировании будет сконцентрировано на уникальной экосистеме и нетронутом ландшафте. Архиерейскую рощу планируют оборудовать тропой здоровья, теренкуром, а также создать спортивные площадки и места для детского и семейного отдыха. А чтобы лучше понять, как именно благоустроить еще одну из зон города, губернатор решил осмотреть неиспользуемую территорию вблизи рек Везелки и Северского Донца. Здесь велодорожка, она напрашивает самое сомнительное. Потому что транзит в ту сторону, как в рамках отдыха, занятия спортом, семейного отдыха, мне кажется, будет востребован. То есть у нас вот эта часть освобождается, и мы готовы, ждем предложений, что мы застраивать жилье не хотим. По словам мэра города Антона Иванова, территорию напротив реки начнут расчищать уже в этом году. Планируют оборудовать общественные пространства с большим количеством зелени вокруг, а также всевозможные кафе и общепиты. Светлана Гмырь, Андрей Андрейко. Такой день на Мире Белогорье. Продолжение следует...